Сущность хулы и сплетен Он ответил Если то, что ты говоришь, присуще ему, то ты совершил хулу А если он и отсутствует в нем, то ты возвел на человека клевету Что же касается сплетен на мимо То это распространение информации между людьми, вызывающей смуту и раздор Пречистый шариат строго запретил сплетни, ибо пророк мир ему сказал Наиболее ненавистны из вас всемогущему и великому Аллаху те, кто распространяет сплетни Тем самым вносит раздор и смуту, фитна, среди людей Опасность хулы и сплетен Поистине хула и сплетни – порицаемые качества Это духовная скверна, при наличии которой человеку невозможно приблизиться к Всевышнему Аллаху Подобно тому, как невозможно приблизиться к Нему при наличии физической нечистоты в совершении поклонения И чтобы обрести спасение и довольство Аллаха, мириду, вступившему на путь познания Господа Крайне необходимо избавиться от порицаемых качеств Об этом Всевышний Аллах сказал Смысл Обрел великое счастье тот, кого Всевышний Аллах очистил Поистине хула и сплетни – это одно из самых опасных препятствий Которое не дает Мериду достичь довольства Всевышнего Аллаха Ученые-богословы обращают особое внимание на то Что хула, замечание недостатков людей и унижение их достоинства Вызовет гнев создателя на Мерида, делая все деяния раба тщетными Именно поэтому наставники Тариката, Муршиды Предостерегают от распространения слухов о проступках своих братьев Ведь возможно, что совершенный Меридом осуждаемый проступок Был предопределен Всевышним Аллахом для того Чтобы заполнить брешь в религии этого раба Возникшую из-за самодовольства или высокомерия И, быть может, благодаря искреннему покаянию в содеянном Мерид достигнет совершенства Это подтверждают и слова Ибн Атаиллаха Ослушание, которое привело к смиренности И состоянию надломленности нафса Лучше, чем поклонение, вызывающее у человека чувство горделивости и высокомерия Высказывания о хуле и сплетнях От приближенных рабов Аллаха до нас дошли ценные высказывания Предостерегающие и разъясняющие Мериду весь вред, опасность и мерзость хулы Вот некоторые из этих высказываний, дабы обеспечный опомнился, а невежественный знал Первое. Посланник Аллаха мир ему сказал Из всего вреда человеку достаточно будет уже того, что он презирает и унижает своего брата по вере Потому как мусульманин является неприкосновенным Его кровь, имущество и честь Второе. Пророк мир ему сказал Остерегайтесь хулы Воистину она хуже прелюбодеяния, зина Ведь человек, совершивший прелюбодеяние, вскоре может раскаяться перед Всевышним И Аллах, причист он и велик, может принять его раскаяние А что касается сплетника, то Аллах не простит его до тех пор, пока не простит тот, кого он порицал Третье. Посланник Аллаха мир ему сказал Сплетник не войдет в рай Четвертое. Пророк Мухаммад мир ему сказал Не сообщите ли мне вам о наихудших рабах Аллаха Сподвижники ответили Да, о посланник Аллаха Тогда он сказал Это люди, распространяющие сплетни Сеющие раздор между любящими друг друга и обвиняющие невиновных Пятое. Пророк мир ему сказал Говорить правду о бессовестном человеке Открыто предающимся большим грехам не является злословием Шестое. Он также говорил Сказать правду о нечестивце, явно совершающем тяжкие грехи, не является хулой Седьмое. Один из праведников отмечал Тот, кто возводит хулуну людей Подобен тому, кто установил катапульту И разбрасывает посредством нее свои благие дела На запад и восток Восьмое У Суфьяна Ас-Саври Спросили о смысле хадиса пророка Мир ему Всевышний Аллах гневается на обитателей дома Которые являются любителями мяса Он разъяснил эти слова следующим образом Это те, кто позволяют себе возводить хулуну других людей Тем самым поедая их плоть Девятое Хасану Аль-Басри сообщили Некто из людей плохо отзывался о тебе Тогда праведник отправил хулителю поднос со сладостями Передав следующие слова Мне стало известно, что ты подарил мне свои хорошие деяния Поэтому я решил отблагодарить тебя тем, чем смог Десятое Когда при Ибн-Мубараке упомянули о хуле То он сказал Если бы я позволил себе хулить кого-то То это были бы мои родители Ибо они больше всех заслуживают того Чтобы я им отдавал свои благодеяния Одиннадцатое Имам Ибн Атай-Лах сказал Если ты хочешь испытать разум человека То обрати внимание на то Как он поведет себя при упоминании кого-либо Так, если обнаружишь, что его привлекают недостатки О которых он говорит примерно так Доставь его Он сделал то-то и то-то плохое То знай, что у такого человека Отсутствует знание И внутренний мир его погублен Потому как верующий Должен стараться сохранять честь своего брата По вере Двенадцатое Один из арабских поэтов сказал Быстро заживает рана от ножа А порез от слова Рана навсегда Как поступить, если совершил хулу Знаете, тому, кто совершил хулу Необходимо прочесть суры Аль-Фатиха, Алихляс, Аль-Фаляк и Аннас И отдать свое вознаграждение за прочитанное тому Кого он порицал К одному из праведников во сне Пришел посланник Аллаха Мир ему С подобным наставлением Праведник рассказывал Поистине В судный день человек встанет Перед Всевышним Аллахом С грехом за хулу И вознаграждением за чтение этих сур И мы надеемся, что Это вознаграждение И станет неким возмещением За содеянное Мудрому человеку не следует расстраиваться Из-за возведенной на него хулы Ведь тому, кто стал объектом хулы Аллах прощает половину его грехов Мюриту не подобает дружить с теми Кто хвалит свои деяния И при этом порицает суфиев Воистину Навс и внутренний мир таких людей погублены Так об этом говорили праведные люди Да и вообще Ставшему свидетелем возведения хулы В адрес отсутствующего брата по вере Нельзя оставаться равнодушным Напротив Необходимо поддержать И защитить порицаемого людьми человека Потому что в этом случае молчание Это тоже унижение брата мусульманина Ведь одной из основных обязанностей Мусульманина является защита брата по вере От сплетен и хулы Ихья бин Муас Аразии сказал Пусть от тебя долей для мусульманина Будет три особенности Если ты не можешь принести ему пользу То хотя бы не навреди Если ты не можешь обрадовать его То хотя бы не огорчай И если ты не можешь похвалить его То хотя бы не порицай Рассказывают Что однажды Ибрахим Ибн Адхам Пришел по приглашению людей на угощение И там услышал Как некто из гостей сказал Об одном из приглашенных такие слова Он тучный человек И поэтому идет медленно Услышав это Ибрахим Ибн Адхам Тут же покинул этот дом И три дня ничего не ел По истечении времени он сказал Я никогда не присутствую там Где кто-то позволяет себе хулить верующего В другой же раз Ибн Адхам Сам пригласил людей к себе в гости И когда все приступили к трапезе То некоторые приглашенные начали кого-то хулить Тогда Ибрахим Ибн Адхам сказал Народы, которые жили до нас Сначала ели хлеб А потом мясо Что же касается вас То вы сначала едите мясо И только потом хлеб После чего Он отказался принимать пищу вместе с ними Одной из добрых традиций всех праведников Было отвечать за братьев по вере Если они становились объектом хулы Стремящиеся к довольству Аллаха Не допускали никаких упреков В адрес братьев по вере до тех пор Пока находили хоть какое-нибудь оправдание Их поступкам К примеру Если кто-то говорил в адрес ученых богословов Или суфиев такие слова Какой же он горделивый человек Никогда ни на одно торжество Не принимает приглашение Даже на свадьбу Праведники оправдывали это так Поистине Он отказывается от приглашения Только потому Что намерен принизить свой навс Или же из-за стеснения Обладатели счастья Когда видят человека Совершающего предосудительный поступок То они выражают внешне несогласие с ним Тогда как сердцем Они обращаются к Аллаху с мольбой о нем Несчастные люди В таких случаях Из-за злорадства своего Осуждают оступившегося человека Стараясь при этом запятнать его честь А верующий Наставляет своего брата по вере в уединение И делает это так Чтобы другие не слышали Продолжая скрывать его недостатки от людей И никак иначе Любовь к благам мирской жизни Мирское враг человека Знайте, что любовь к благам мирской жизни Дунья Порицаема во всех Неспосланных шариатах Божественных законах Потому как она Основа всякого греха И причина каждой смуты Поэтому рабу Аллаха Необходимо отрешиться от красот Приходящей жизни Освободив свое сердце От стремления и любви К высокому положению в обществе Поистине Любовь к высокому положению Несет больше вред для человека Нежели любовь к богатству А наличие у человека Обоих этих качеств Указывает на его любовь К благам мирской жизни Которые являются врагом человека Чтобы разъяснить всю презренность И смрад этого скоротечного мира Достаточно привести следующий пример Когда Всевышний Аллах Вывел пророка Адама Мир ему И его супругу Хаву Из рая на землю То они, перестав чувствовать запах рая Потеряли сознание От зловония этого бренного мира Они пробыли в таком Бессознательном состоянии Сорок дней Также сообщается Что когда Всевышний Аллах Сотворил этот мир То обратился к нему О бренный мир Служи тому, кто служит мне И превращай в своих слуг тех Кто будет служить твоим благам Когда же мы говорим О благах этого мира То подразумеваем под этим Богатство, имущество, яство Речь и сон А ты же, о Мюрид Остерегайся того Чтобы твое сердце заняло Что-либо из приходящих прелестей И удовольствий И знай Мирские блага Сродни волосам Растущим в сердце Если хоть один волос Прорастет в сердце человека То он тотчас же умрет Именно поэтому По воле Всевышнего Аллаха Волосы человека Растут на поверхности кожи А не наоборот В этом мудрость того Что верующие входят в рай Без волос на теле и на лице Со словно подкрашенными Сурьмой глазами И с одинаковыми сердцами Не питая зависти И ненависти друг к другу А если бы на их телах Росли волосы То это привело бы к гибели Ибо на том свете Люди физически и духовно Подобны сердцам И нет для них завесы И преграды от Господа Знаете Насколько Мюрид Возлюбит услады Мирской жизни Настолько он будет Ненавистен Аллаху Ведь все что тебя Отвлекает от Аллаха Относится к мирской жизни Дунья А все что способствует Твоему обращению К Всевышнему Аллаху Относится к вечной жизни Ахира В хадисе пророка Мир ему сказано Поистине Аллах не создал творения Более ненавистного для него Чем бренный мир Аллах ни разу не взглянул на него После его сотворения Также посланник Аллаха Мир ему сказал Проклят этот приходящий мир И все что в нем находится Кроме опоминания Аллаха И всего того Что к этому приводит Любовь к мирскому И поклонение Несовместимы Имам Абуль Хасан Аш-Шазали Сказал Раб Аллаха Не сможет добиться Приближения К Всевышнему Аллаху До тех пор Пока в его сердце Есть склонность К чему-либо из этого И потустороннего мира Приближение К Всевышнему Может удостоиться Только искренне В поклонение Раб Аллаха Остальные же Останутся с тем К чему склонялось Их сердце Из этого И потустороннего мира И более этого Им не возвысится Также Атабуль Хасана Али Ибн Альмазина Передают Если вы очень Похвалите человека Приписывая при этом Ему высокий уровень Сиддика Праведника Высшей степени Всевышний Аллах Все равно Не будет обращать На него Внимание До тех пор Пока в сердце Этого раба Есть хоть какая-то Любовь К мирской жизни Клянусь Аллахом На пути познания Всевышнего Погибли Те путники Которые В душе Испытывали сладость От какого-либо Материального Богатства Имам Аш-Шазали Сказал Поклонение Аллаху Сопряженное С чувством Любви К мирской жизни Это лишь Беспокойство Тревога Для сердца И утомление Для тела Оно становится Словно Тело Без духа Рух Суть Аскетизма И отрешенности От мирских благ Заключается В отсутствии Любви к ним А не в лишении Себя Всякого имущества Ведь поэтому Посланник Аллаха Мир ему Не запретил нам Заниматься торговлей Или каким-либо Ремеслом Предостережение От искушения Мирской жизнью Посланник Аллаха Мир ему Часто напоминал Верующим О правильном отношении К бренному миру Которое Ни в коем случае Не должно Покидать их сердце И разум Речь идет о том Чтобы люди Вели себя В этом мире Словно путники Это напоминание Защищает их От попадания В сети любви К мирской жизни Пророк Мир ему сказал Будьте в этом мире Свободным временем Свободным временем До занятости И своей жизнью До смерти Воистину Вы не знаете Как вас будут Называть Завтра Когда у имама Джунайда Аль-Багдади Спросили Какие знания Наиболее полезные Он ответил Это те знания Которые приводят тебя К познанию Всевышнего Аллаха И отдаляют От следования Своему навсу Полезные знания Приводят их Обладателя К смиренности Скромности К постоянной борьбе Со своим навсом К заботе О своей душе К самоконтролю К страху Перед Всевышним Аллахом К отрешению Сердца От мирских благ И от тех Кто стремится К ним Такие знания Приучают Довольствоваться Малым В этом мире Сторониться Тех Кто увлечен Мирским Оставлять Благобренного Мира Для тех Кто живет Этим миром Быть Искренним Наставником И советником Для людей Обходиться С ними По-доброму И проявлять По отношению К ним Лучшие нравы Общаться С миридами Фукара Почитать Любимцу Всевышнего Аллаха А влия Или Духовных Наставников А также Обращаться К тому Что приносит Тебе Пользу Али Ибн Абу Талиб Предостерегал Верующих От больших Надежд На долгую Жизнь И от Следования Страстям Ибо Они Являются Плодами Любви К приходящему Миру Он Говорил Я боюсь За вас Только По двум Причинам Долгие Чаяния И Следование Страстям Так Будьте Сыновьями Вечной Жизни И не Будьте Сыновьями Мира Приходящего Уважаемые Друзья Напишите В комментариях Насколько Полезным Оказалось Для вас Данное Видео А также На какие Темы Вы бы Хотели Увидеть Ролики На нашем Канале Мы Обязательно Учтем Ваши Пожелания Не Не Забудьте Подписаться На Канал Поставить Лайк Оставить Комментарии И Нажать На Колокольчик Продолжение следует